У Дарьи Чеховой двое детей. Семилетний Мирослав и четырехлетняя Серафима. Вместе с ними Дарья постоянно посещает детскую библиотеку. Здесь они выбирают книги для совместного чтения. В этот раз Мирослав был в школе и не смог прийти. Но мама с сестрой взяли книги и для него. Дарья подбирает литературу каждому ребенку по возрасту и интересам. Да, это будет не Толстой и не Чехов. Это будут комиксы. Но в силу возраста ему нравится. Пусть читает то, что нравится. Книжные традиции давно сложились в семье Чеховых. Каждый вечер перед сном Дарья читает для Серафимы, а потом для Мирослава. Даже в транспорте книга «Лучший друг». Мне удобно. Взяла книгу в дорогу, села в транспорт. Это, возможно, чуть более энергозатратно для взрослого, что нужно открыть, сидеть, читать, говорить, рассказывать, обсуждать, вместо того, чтобы дать телефон и отключиться от ребенка. Но при этом я вижу какие-то для себя плоды. В прошлом году семья Чеховых заняла второе место в конкурсе «Я люблю читать», который проводила библиотека. Даша с удивлением узнала, что за год их семья прочитала более двухсот книг. Несмотря на все усилия школы, библиотеки, без поддержки семьи невозможно развитие семейного чтения. Если ребенок не видит своих родителей с книгами, с книгой, то как бы родители не стремились привлечь его к чтению, этого не будет. То есть именно семейное чтение, когда рядом мама, когда читает и когда ребенок слушает, это пособствует развитию отношений доверительных мамы, папы, ребенка. Дарья говорит, после прочтения книг всегда обсуждать с детьми те чувства, что вызвали героя произведений. Елизавета Прокопенкова, Константин Головин. События.